итак доброго времени суток всем подписчикам канала начинаем небольшой обзор моих покупок первого дня рептилиума выпуск о самом рептилиуме будет на канале немного позже хочу сделать сразу два дня первый день у меня был более такой познавательный походи посмотреть но все же я купил себе почвопокровные растения трех разных видов такие баночки таких прекрасных видов растений и еще купил себе вот такой мох который мы сегодня посадим к древолазам и к еще к одному замечательному жильцу которого нам предоставил любезно евгений рыбалтовский ссылки на канал евгения я оставлю вот такая милая лягушечка будет жить и сейчас мы будем делать для нее дом но для того чтобы нам поселить прекрасного нашего лягушонка назову его кстати саша нам надо поселить недавно переселенных сюда архимандритов сейчас мы этим и займемся ну а переезжать они у нас будут обратно в свой старый добрый дом процесс будет долгий поэтому видео я ускорю ну вот ракашки переселены осталось от них вот такой мусор осталось несколько маленьких их не стал вылавливать но так как сейчас это все будет покрыто новым слоем грунта это все будет перекинуть и с учетом того что там будут живые растения это все только поможет растение лучше расти и так грунт я уже подготовил это будет обычный кокосовый субстрат плюс возможно потом будут добавлены какие-нибудь органические удобрения но сейчас начинаем засыпку грунта а эти детки которые остались лягушечка наша возможно вполне себе скушает ну как всегда получилось мне очень эстетично почему так много потому что сейчас мы будем делать пикор я решил разместить там корягу и кору пробового дерева коряга у меня есть маленькая которая раньше была в этом террариуме и есть большая коряга которая сейчас практически уже готова сейчас мы будем вынимать ее из духовки и экстренно охлаждать итак коряги я использую из нашего обычного подмосковного леса те кто смотрит мои ролики уже видели как я ходил за этими корягами в лес и сейчас будем формировать что-то вечно на альпийской горке если что грунт у нас еще остался сейчас мы небольшим толстым слоем главное не перекрывая вентиляцию разровняем его на переднем плане до грибки лем 1 и просто я думал сделать что-то нечто вот такой альпийской горке на которую мы поместим кору коряшку коряшку поразмешки так так еще не совсем охладился я в холодной воде сейчас держал достаточно теплая сейчас прервемся на рекламу итак прошло буквально минут 10 мы захладили корягу и этот ролик снимался наверное где-то час будет сниматься вот сейчас даже с растениями я как-нибудь в планах снять видео про то как тяжело ли или дорого держать экзотические животные дома так вот мы ее обрубали но немножко не угадали ну как всегда у меня впихнем не впихнем опа и все вуаля мы сделаем вот так вот красивой стороной и сделаем ее под самый-самый верх присыпем немножко грунтиком и еще у меня еще такая маленькая коряка я не знаю, прикрыть ли перегружать или будут смотреться гармонично если сделать ее допустим наискосок где тут была ближе и назад вот и получится у лягушеньки такой небольшой лес а чтобы закрыть еще и тот угол у меня есть вот такая кора пробкового гитлера все-таки я хотел его разместить по-другому но теперь вообще думаю может быть обойтись без нее то будет слишком перегружено потому что хочу посадить разные растения да, наверное коранам не пригодится а сейчас пойдем добывать растения для нашего флораля с лягушкой ну и так тут уже просто у нас ночь долго думал селить вот такие туда или нет потому что разрастаются достаточно обильно наверное все-таки заселю и заселю все-таки и вот такие они тоже растут достаточно высоко но мы их поселим на задний гон я думаю все будет хорошо и заодно сейчас в нашей прекрасной территории дадим вон она сидит на нас смотрит вон она охотница уже кушать просит уже просит кушать наша красавица сейчас мы дадим ей заодно покушать кормежка лягушки в прямом виде хотя как она кушает много роликов в шорт подписывайтесь на канал ставьте колокольчики и вы никогда не будете пропускать свежих роликов так как она пушит в кормушку она уже привыкшая просто ночь наступила не так давно поэтому она еще не в кормушке обычно она всегда сидит и ждет уже либо около либо в а сейчас начинаем обрезать свежих вот прям которые на нас сюда лезут мы их вот всю кусочком корешочка и отрежем и вторую такую же вот веточку тут вот уже резаные ну вот она даже практически отделенная от грунта и наверное резанем все таки вот эту веточку потому что она как-то на нас смотрит все дальше возвращаемся к дамокерарю ну и что мы делаем дальше дальше берем вот этот прекрасный кустик я не помню как они правильно называются я знаю что он хорошо растет он уже сюда великоват у меня как обычно все думаю вот так ему будет здесь хорошо он разрастется даст маленькие побеги все у нас будет прекрасно на задний план и поселим такую травку которая сделает нам потом альпийскую горку альпийской горкой и ее же собрата растения очень хорошо приживаются укореняются с учетом того что здесь будет обильное увлажнение плюс хорошее освещение плюс хорошее освещение все у них в итоге будет великолепно и мы его присыпем получше чтобы он у нас рос в ту сторону в которую нужно нам а не ему уменьшим нашу альпийскую горочку ну и куда же без моего любимого вот этого как его называют фикус пимула по моему или что то в этом духе но возьмем на него не смотри он у нас прекрасно прорастает через вентиляцию пошел за ножом ну и как я всегда говорю он очень хорошо тоже покрывает почву друг другу они мешать не будут посадим их немножко в разных местах чтобы росли и заполняли террариум постепенно и желательно в задней его части поэтому вот это рядышком но чтоб рос шел в разном направлении и так следующем мы все таки добавим туда вот такой чудесный мох буквально половиночку от того что мы принесли обычным канцелярским ножом сейчас мы ее располовиним как торт нарезаем добрый хороший кусочек торта вот так и прям помещаем в сердце чтобы мы хорошо и красиво росли также я все таки решил добавить и других почвопокровников которых мы сегодня приобрели на рептилию сейчас так же их опалы вот про вот эту штуку мне сказали что она практически неубиваемая хорошо приживается поэтому пару тройку веточек мы сейчас отсюда заберем такая же система не пенная буквально прям с их грунтом прям вроем в наш и посмотрим и посмотрим как это все заполонит наши чудесные джунгли я буду сажать только один вид возьму еще вот такую вот пипрясочки по названию меня не спрашивайте по названиям я полный ноль тоже оторвали такую веточку небольшую и посадим в этом галочки чуть-чуть приступим старые курюшки и будем наблюдать как это все будет зарастать ну получилась у нас вот такая красота по растениям по наполнению и сейчас будет торжественный момент заселения итак первые шаги в новый дом идем с нашего замечательного Александра нашего великолепнейшего лягуна давайте Александр Александр не очень хочет и Александр уже в новом доме давай Саша надеюсь все у нас с тобой будет подкормить сейчас мы тебя только немножко опрыцкаем добавим влажности прямой так относительно влажному дому с небольшим остатком воды ну Александр уже ушел на верх потому что сегодня я не готов был потому что у меня появится Александр и вода, к сожалению, у меня подзакончивается а новая приготовиться еще не успела и поэтому нормально увлажним ну и Александра завтра уже сейчас, конечно, отстатки попробую с цивилизатора добыть ну я думаю Александру относительно неплохо кормить я его сегодня не буду пусть привыкнет к новому дому а завтра найдем ему кормушечку поставим и посмотрим, как он кушет спасибо, что досмотрели ролик до конца жду от вас комментарии понравился ли вам дом что добавить что изменить ставьте лайки жду ваших комментариев спасибо за просмотр спасибо за просмотр